Привет, друзья! Меня зовут Асей Василий, и я хочу ответить на вопрос пользователя Яндекс.Кью. Вопрос достаточно интересный. Давайте я вам его зачитаю. Личное продвижение как способ продвинуть компанию. Насколько это эффективно? На самом деле это достаточно эффективно. Вы же сближаетесь с вашими клиентами. Вы не скрываетесь. Вам доверия будет гораздо больше. Также это позволит собрать некую аудиторию. Люди все-таки привыкли смотреть не на компании, если вы даже посмотрите некоторые каналы на Ютубе или странички в Инстаграме. Все-таки большая аудитория и большая оживленность именно на неком человеке. То есть людям важно видеть лицо, и они лицу больше доверяют, как некоторые лидеры мнения. Ежели меньше доверяют, если вы все-таки что-то говорите от странички компании. Это возможность показать себя. Это возможность показать ваших сотрудников. Это возможность повысить лояльность ваших клиентов. Плюсов здесь очень много. Вы можете взаимодействовать с этой аудиторией. И если мы говорим о личном бренде, как о человеке, как о собственнике бизнеса, тут не помимо того, что он может привлечь дополнительные проекты, то есть делать продажи для своего бизнеса, тем самым повысить выручку, прибыль своего бизнеса. Также это возможность найти новых партнеров, запустить новые проекты. То есть это аудитория, которая лояльна, которая взаимодействует с данным человеком. И он может в рамках этой аудитории запускать разные проекты. Но здесь есть плюсы, и плюсов здесь гораздо больше, чем минусов. Но есть и минусы определенные. Если вы увидите тенденцию крупных компаний, больших компаний, бывает так, что собственник медийное лицо. Его знают все. Он у всех на слуху. У него миллионы подписчиков. Про него пишут в разных журналах. То есть он такой популярный. При этом он может не принимать никакого участия в каких-то операционных процессах или управлении компанией. Я просто, чтобы яркий пример был. Но с ним что-то происходит. У него проблемы. Его там преследуют. Или у него проблемы со здоровьем. То страдает вся компания. Потому что в основном клиенты привыкли доверять и воспринимать компанию как некое лицо в виде человека. И очень часто на рынке такое происходит. Наверное, вы видели. Когда с человеком начинаются проблемы, акции компании падают вниз. Она испытывает проблемы финансовые. И не только. Поэтому очень важно понимать, когда вы становитесь личным брендом, прям по-настоящему личным брендом, то есть у вас есть бренд, который привязан к компании, что здесь компания начинает зависеть от вас. Поэтому на самом деле как есть плюсы, так и минусы. Но я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо за внимание. Подпишитесь на наш канал в Q. Я буду вам очень благодарен, если подпишите на нас в YouTube. Спасибо, пока! Продолжение следует...